Всем привет! Начало декабря выдалось в Хакасии самым морозным за последние 12 лет. В начале месяца средняя температура была почти минус 25. В прошлом году в это время было втрое теплее. Но спортсменам суровая зима, конечно, не мешает выходить на лыжные трассы или вставать на коньки. Я тоже вышла на лед, а еще вместе со студентами попробовала сдать нормы ГТО. С вами Лера на спорте. Смотрите в этом выпуске. Сколько слоев одежды надевает на себя вратарь и как сохранить равновесие на коньках, когда сбиваешь мяч ворота? Кто и зачем сдает нормы ГТО? Проверяем на себе испытания для получения заветного знака. Домашние игры команды Саян и в эти выходные завершились победой наших Саян над Хабаровским в СКА Нефтяник 2. В субботу хакасские хоккеисты разгромили хабаровчан со счетом 7-2. В воскресенье гостям не удалось взять реванш. Счет 9-3. Теперь Саяны отправятся на гостевые матчи в другие города. Ждем домашних игр в феврале. Но до отъезда нашей команды мы успели побывать у них на тренировке. А я, кстати, даже научилась правильно держать клюшку. Мы находимся возле раздевалки команды по хоккею с мячом Саяны. Честно говоря, спортсмены не очень любят пускать сюда съемочные группы, но для нас сделали исключение. Пойдемте посмотрим, как команда готовится к выходу на лед. Сегодня мы пообщаемся с вратарем команды Саяны Владиславом Атапиным. Владислав, привет! 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 Я знаю, что для тебя хоккей с мячом – это дело такое семейное, семейная династия. Расскажи, с какого возраста ты в этом спорте? Да, лет 7-6, по-моему. Первый раз в садике еще был, отец поставил на коньки. И вот в первый класс пошел, и отдали мне те, кто хоккеет с мячом. Ты? Маленький мальчик, 6-летний, да? Ты чувствовал, что хоккей – это такой мужской, серьезный спорт, и ты сразу ощущал, насколько это тяжело? И для тебя это было в удовольствие налегке? Ну, в удовольствие налегке, конечно. С ребятами, там, друзей заводили новые знакомства, какие-то все равно общение со сверстниками. Это как игра была, это уже потом только дошло, что это что-то большее в жизни роль какую-то занимает. И что это за роль сейчас для тебя? Да, наверное, одна из самых главных. Все думают, ой, там ротарь стоит, а вот там команда носится и бегает. Ну, я уверена, что ты как ротарь должен опровергнуть мне эту позицию. Не, ну, в детстве-то там что, стоишь-достоишь, как бы охраняешь эту рамку красную, а тут уже играть приходится, да. Чувствуешь более высокий уровень ответственности, если вдруг пропустишь мяч? Да, конечно, это же всегда последний рубеж. Говорят, ротарь – половина команды. Видов спорта много, и вот мы хотели бы посмотреть именно, как у ротаря больше всего этой спортивной амуниции, экипировки. Килограмма два-три максимум больше. Посмотрите. Одеваю наколенники сначала, потом термобелье, чтобы тепло было, футболку под термобелье, сверху шорты защитные, потом штаны. Теплые? Не, обычные просто ветродуйка какая-то такая, нагрудник, манишку тренировочную, и потом вот в конце шлем. А что касаемо щитков? Да, конечно, после штанов сразу одеваю коньки. Что касаемо времени, я понимаю, что, наверное, вам дольше всех приходится собираться на игру. Да, не торопясь, минут 10 и пошел. Что касается всего оборудования, инвентаря вашего, насколько это дорогостоящее, если вот, ну, хотят родители отдать своего ребенка? Ну, по сравнению с другими видами спорта, это, я думаю, самый малозатратный. Насколько я помню, отец, когда отдавал меня, коньки только купили, да, штаны, остальное все дали. А, ну, шлем еще. А так все остальное дали, стараются выдавать в школах. В раздевалке подготовились, теперь куда? На разминку. После разминки на лед? В раздевалку одеваться и на лед. Хорошо, пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мастер-класс мне проведет заслуженный тренер России по хоккею с мячом, мастер спорта. Евгений Владимирович Ярахтин, тренер команды Саяны, покажет мне азы. Азы ударов поворотов. Да. Как правильно держать клюшку. С чего начнем? Хват делается так, чтобы между двумя руками проходила еще одна рука. Для того, чтобы мяч можно было поводить или там отдать паса. Если что касается удара, то хват перехватывается. Две руки должны быть максимально близко друг к другу. Так уже потяжелее. Ты встаешь примерно, чтобы... Опорная нога была на линии мяча. Вторая нога на ширине плеч. Нужно примериться к мячу. Сначала поставить клюшку. Потом идет замах. Корпус перекладывается на левую опорную ногу. Замах клюшка идет прямо. Не вот так. Вот так, да. Хват какой взяла. Бьется плечами. То есть плечевой сустав идет. И потом добавляется, только потом добавляется в конце руки. Я замахнулся. Если хочешь верхом ударить... Клюшка чуть разворачивается в таком положении. То есть вот так примерно. Но при этом сначала перенести вес тела с одной ноги на другую. И самое главное, в момент удара, потому что корпус у тебя уходит... Я там? Да, да. Корпус уйдет. Надо перенести вес тела на опорную ногу. Тогда не упадешь. Подходи. У меня, конечно, так сильно не получится. Сначала попробуй просто его катнуть. Вот так, да. Катнуть. Просто катнуть. Вот. Хорошо. Теперь будем пробовать удар. Встаешь напротив. Нога опорная напротив мяча. Размах идет. Поворачиваешь плечо. И плечом бьешь. Кстати, на воротах. Владислав, атака, с которой мы беседовали в раздевалке. Сейчас попробую забить. Не торопись. Не торопись. Я говорю, примерься. Вот. Уже лучше. Молодец. Но первый раз было страшно. Оба. Оба. Гол. Опора нужна на ногу. Вот так. Хорошо. Как у нас говорят, снять мяч со льда. То есть попасть не по льду, именно в мяч. Чтобы мяч как можно меньше было соприкосновения со льдом. Оп. Здорово. Вот видишь, хорошо ты попала по мячу, не по льду. И он у тебя уже полетел быстрее. Ой. Так. Ваня, все, иди. Спасибо. Сейчас все получится. Опор ногу. Вот видишь, вот плечо у тебя, видишь, как повернулось? Да. Вот как плечо повернулось и туда ушло. Евгений Владимирович, спасибо за такую мою первую тренировку по хоккею. Хоккея с мячом. Ты вполне обучаемый человек. Спасибо. Поэтому мы сможем тебе научить хоккею. Спасибо. 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 Хоккеистом мне уже не стать, но поболеть за наших ребят – это я люблю. Можно сказать, особый вид спорта. На трибунах азарт и эмоции. И чтобы это почувствовать, нужно здесь побывать. Сделать это можно будет уже после Нового года, когда наша команда вернется с выездных матчей. А теперь отправимся в спортивный зал Училища техникума Олимпийского резерва. Интересно будет всем, кто хочет сдать нормативы ГТО, но не уверен, что справится. Поехали. Сегодня мы узнаем, насколько тяжело сдать нормативы ГТО. И для чего люди, которые хотят получить знак, бегают, прыгают, отжимаются и многое другое. Мы находимся в Училище техникуме Олимпийского резерва. Сегодня здесь студенты проверяют, насколько они готовы к трудовой обороне. Училище техникуме Олимпийского резерва. Ребята сегодня поздавали нормативы ГТО. Как вам все это дается? Насколько вы физически хорошо подготовлены? Да, все-таки все хорошо подготовлены. Все готовы сдать нормативы ГТО на золотой знак. Ну а какой норматив может быть самый тяжелый? Проще всего дается это гибкость. А самое тяжелое, думаю, да нет самых тяжелых. Все нормальные. Скажите, почему вообще ГТО это важно, нужно, интересно? Вот ваше мнение. ГТО развивает физические качества, идет массовый спорт, то есть для здоровья очень хорошо. Также выдаются значки, которые в дальнейшем могут способствовать поступлению. Там даются дополнительные баллы, если там золотой, серебряный значок. ГТО может служить тестом физического здоровья? Да, я считаю, да. Почему? Ну, например, отжимания. Вот для меня это дается сложно. Я знаю, что у меня слабые руки. И когда я сдаю, я понимаю, что это... Нужно подкачаться немного. Руки. Вот. Скажите, как называется этот норматив и как правильно его выполнять? Да, этот норматив называется подтягивание из положения висы на низкой перекладине. Руки у нас будут на ширине плеч. И выполняем подтягивание подбородком до перекладины, либо чуть выше еще. Если я что-то буду делать не так, прошу, подсказывайте. Я занимаю положение висы, упираюсь ногами. То есть я должна выпрямить прямо руки? Да, руки выпрямляем до конца. Тело должно у нас быть на одной линии. Прямую линию, да, вот так. Вот. Верно. Два. Три. А сколько мне нужно на золотой знак? Чуть-чуть повыше. 17 раз. Мой максимум только что закончился. Я знаю, что в моей возрастной ступени это упражнение можно заменить отжиманием. Отжиманием, да, все верно. Я надеюсь, что это мне дастся полегче. Да. Мои честных 12 раз. Из нужных 16. Я думаю, что если я тут потренируюсь, то до 16 не так немного осталось. Согласна. Это упражнение чуть более лояльнее посыпать к девушкам. Да. А по статистике вообще, как наши жители любят ГТО сдавать и насколько стремятся? У нас, на самом деле, в этом году очень положительная тенденция. По сравнению с 2021 годом у нас во всероссийском рейтинге субъектов Хакасия поднялась на 24 пункта. Это как раз-таки благодаря слаженной работе всех заинтересованных людей. На самом деле комплекс очень развивается, становится все более узнаваемым и популярным в республике. Да. Новости, конечно, положительные. Но я уверена, что есть те, кто изначально, наверное, переоценивает свои силы, приходят сдавать нормативы, не получаются. Возвращаются люди? Через сколько это можно сделать? Если не получилось сдать норматив сразу на знак отличия, есть такая возможность, но не ранее, чем через 45 дней после выполнения первой попытки. И в случае успешной дальнейшего выполнения нормативов, то есть, соответственно, вносятся данные в твой личный кабинет, и уже на основании этого формируются документы о присвоении соответствующего знака. Если вы планируете поступать в ВУЗ, у вас еще есть время получить знак ГТО и заработать дополнительные баллы при поступлении. Но сначала нужно потренироваться. А если вы уже готовы, 17 декабря в Хакасии впервые состоится прием норматива самозащита без оружия. Вы можете оказаться в числе первых. Удачи всем, кто хочет быть готовым к труду и обороне. На сегодня все. В следующей программе познакомимся с самым очаровательным видом спорта. Всем, у кого есть собаки, смотреть обязательно. А еще узнаем имена лучших спортсменов Хакасии в 2022 году. Это почти Оскар в Хакасии. Обязательно пообщаемся с победителем и узнаем, где взять мотивацию для рекордов. С вами была я, Лера Тамбовцева. Оставайтесь на спорте.